В рубрике «Человек-дела» представляем Ирину Кырма, почетного работника образования и науки города Лобня, заведующую детским садом «Чайка». Самый большой в городе детский сад. Три корпуса, 70 сотрудников, 460 деток, 17 групп, в том числе ясельное и кратковременного пребывания для малышей от полутора лет. Таково большое хозяйство, которым управляет сильная и обаятельная женщина, успешный руководитель Ирина Кырма. Наверное, по душе все-таки образовательная стезя, но так как руководитель это все-таки больше хозяйственник, то приходится заниматься всем, в том числе и подвалами, и крышами. Выучили все термины, теперь мы даже знаем, что такое приямки. На прошлой неделе мы закончили первый этап очень сложной работы, это осушивание нашего подвала. Главным в работе Ирина Кырма считает поддержку коллектива и предоставление каждому возможности раскрыть свои способности. По ее мнению, в детском саду все, от костеляншей и охранника до заведующей, в той или иной степени педагоги, потому что постоянно общаются с детьми, своим примером, поступками, словом воспитывают маленьких горожан. Ирина Кырма возглавила коллектив в 2017 году и сразу проявила себя как инициатор всего нового. Главная ведущая роль, конечно, принадлежит нашему руководителю, потому что сначала зарождается идея у нее, причем она настолько интересная, что поддерживаются коллективом и с успехом воплощаются. Она соединяет нас в такую огромную семью, которая хочет постоянно двигаться вперед, вовлекать в это детей, вовлекать родителей. Здесь нельзя прийти и просто долго адаптироваться, здесь нужно сразу впитывать эти идеи и двигаться за этим локомотивом только вперед. Один из ярких примеров использования стим-технологии – это соединение пяти дисциплин – естественных наук, технологий, инженерного искусства, творчества, математики – в единую схему обучения. Наглядный пример – освоение Йоха Куба, который пришелся по душе и детям, и взрослым, и есть теперь в каждой группе. Это картонный конструктор, позволяющий создавать различные фигуры. Игрушка развивает воображение, объемное мышление и мелкую моторику. Кроме того, складывать новые модели можно неоднократно. Плюс это экоконструктор, поэтому, когда он совсем придет в негодность, будет это очень нескоро. Его можно совершенно спокойно сдать на переработку, и он найдет дальше свою жизнь. Предлагая ребенку игрушки из возобновляемых природных материалов, педагоги обучают детей еще и основам экологии, бережному отношению к природе. Из конструктора Йоха Куб можно собрать все, что угодно. Но в детском саду выбор сделали в пользу военной техники и подготовили выставку, посвященную 75-летию Великой Победы. Но главной ее изюминкой стали не только собранные детьми вместе с родителями и воспитателями модели самолетов, танков, кораблей, а прежде всего то, что экскурсоводы на этой выставке – воспитанники старших и подготовительных групп сада. Почему экскурсоводам быть интересно? Мы даем другим знания. Модель солдат со сторожевым псом. В начале войны был создан специальный отряд, который состоял из сторожевых собак. Модель винтовая машина А7. Это винтокрылые машины Великой Отечественной войны. Гвардейский крейсер. Этот крейсер – Красный Крым. Он принимал участие в боевых действиях в составе Черноморского флота и был первым гвардейским кораблем. Этот автомобиль называли «Полуторка». Он вмещал полторы тонны груза и очень помог нашей армии и людям. Именно об этом автомобиле ЗИС-5, но уже не картонном, а реальном, разместившемся на постаменте на Букинском шоссе, уже другие экскурсоводы расскажут младшим ребятам выставочной галереи детского сада. Это и есть музейная педагогика в действии. В нашем городе есть особенный ветеран войны. Он сейчас стоит на своем посту. Ему не страшны ни жара, ни холод. И он готов прийти на помощь своему городу в трудную минуту. На этом варваре в Беже погибло много героев. Ведь именно отсюда начинается шествие бессмертного паука в нашем городе. А это необычное историческое место нашего города – село Киова. Село Киова – самое древнее в наших местах. Озер Киова особенный, где обитает редкий вид чаек – символ нашего города. В нашем городе есть настоящая планета талантов. В этом чудесном новом здании можно научиться петь, танцевать и играть в шахматы. И почувствовать себя настоящим артистом. Каждый сантиметр территории детского сада должен служить развитию ребенка, уверена заведующая. Поэтому коридоры, рекреации, фойе, где часто бывают дети, здесь оформляют с учетом той или иной образовательной цели. Например, знакомство с историей нашей Родины, достопримечательностями ее столицы – родной Лобни. Цель создания именно этого коридора, чтобы дети могли, знали, рассказывали не только нам в детском саду, а могли еще отвезти к этим памятным местам своих родителей в нужные даты, в нужные праздники, возложить цветы, дань памяти тем, кто сражался в Великую Отечественную войну. Воспитанию любви к родному краю в саду отводится особая роль. Не менее важно и объяснить ребенку, как вести себя на улице и на дороге, знать правила дорожного движения. Это зона ПДД, где проходят тематические занятия с ребятами, но, вы видите, она не такая большая, как хотелось бы. И поэтому в этом году приобретена интерактивная, мобильная площадка ПДД. Она уличная, всевозможные знаки, светофор, то есть там уже другой уровень обучения правилам дорожного движения. Какие дорожные знаки ты знаешь? Выступи дорогу, пешеходный переход и автобусная остановка. Пешеходы должны выходить на зеленый свет, а если на красный выйдут, это уже не будет плохо. Еще один уголок – это фотозона, которая меняется вместе с временами года. Идеи возникают тогда, когда бывают проблемы. Проблема, которая стала поводом для создания фотозоны, проста. Да, в новогодние праздники дети не успевали сфотографироваться с Дедом Морозом. Чтобы не было слез и разочарования, придумали фотозону, где всех ждал второй Дедушка Мороз. И приятно, и познавательно, и красиво. Вообще, красиво и познавательно – одни из важных для Ирины Кырма определений. Красиво должно быть везде – на территории, в группах, в одежде, в мыслях. Это соответствует и педагогической программе, на которую ориентируется коллектив. С этого года наш детский сад перешел на новую инновационную программу от рождения до школы Веракса. Взяли самые ключевые моменты, самые важные, на наш взгляд, – это технологии, по которым работают педагоги. И оснащение тех групповых помещений, которые помогают по этим технологиям работать. Главная цель наша и главная цель тех, кто писал эту программу – это услышать мнение детей. Новый формат общения детей и взрослых основан на умении слышать голос ребенка и нацелен на развитие детской инициативы. Это не значит отказаться от всего, что наработано раньше. Наоборот, главной задачей программа ставит оптимальное сочетание классического дошкольного образования и современных образовательных технологий. Их активно вводят в практику воспитатели детского сада. Это утренний и вечерний круг, где дети учатся формулировать свои идеи и пожелания. Использование конструкторов «Гига» и «Полидрон» – своего рода основы для развития знаний по робототехнике. Освоение бизибордов, игровых досок, на которых размещены самые разные бытовые предметы – выключатель, шнурки, розетки, замочки, магниты. Все, что ребенку интересно и важно для понимания, зачем эти предметы нужны. Бизиборды теперь есть в каждой младшей, средней и старшей группах. На территории сада расположилась Чайкинская лаборатория с традиционной метеоплощадкой и сделанными по эскизам сотрудников с детского сада космической и музыкальной площадками. В новом формате проходят и праздники. Особенно это проявилось в период пандемии и удаленных занятий. То есть опыт совершенно новый для всех. Проектов было очень много. Был проект, посвященный 75-летию Победы с инновационными технологиями «Йоха-куб». Прошел фестиваль военной песни семейной. Мы участвовали в акции «Окна Победы». «Оставайтесь дома». Дети рисовали рисунки, дети сами писали. Помогите врачам. Мы настроены во всех работах, во всех программах на пробуждение творчества в детях. Не просто преподносим им, чтобы они делали то, что им сказали, а ждем от них включения в процесс, ждем от них творчества, ждем от них идей. С участием ребят проходят детские праздники в микрорайонах «Восточный» и «Депо». Для людей старшего поколения устраивают теплый Новый год. В прошлом году делали своими руками рождественские елки и дарили праздник тем, кто в силу своего возраста и состояния здоровья не может выйти из дома. В этом готовят выполненных в разной технике снеговиков. Коллектив и его инициативные заведующие живут активной творческой жизнью. И это оценил город. Решением Совета депутатов Ирина Кырма за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие образования нашего города удостоено звание «Почетный работник образования и науки города Лобня». Лариса Панина, Алексей Орлов, Михаил Жуков. Телекомпания Лобня.